Честно говоря, меня очень сильно достали вот эти все полки, полки, вещи, шмотки, коммерческие сюжеты. Вот здесь они у меня сидят, но куда деваться? Настолько востребовано наше творчество. Но есть у нас автоцентр-фаворит, который располагается на выезде в сторону озера Соленое. Я не знаю, опять про Шурави. Вот это украшение этого места. И этот автомобильный центр нам позволяет немножко поэкспериментировать, поставить опыты. И, к примеру, сегодня мы узнаем, как работает автомобильная химия Лавр, которая сделана в Челябинске. Так как же она работает? Ну вот представьте себе, заходите вы в магазин, где рядами стоят кучи бутылок. И задаете себе вопрос, а как это работает? И сегодня у вас будет такая возможность увидеть. Как? Да потому что мы вам покажем, как работает промывочная жидкость Лавр, в сравнении с жидкостью раскрученной. Мало того, мы выясним, что за дистиллированная вода представлена в наших автомагазинах. Но поможет нам в этом автоцентр-фаворит. И про саму фирму Лавр мы побеседуем попозже. А для эксперимента возьмем грязь типичную, российскую, и покажем механику процесса. И тут самое забавное. Вы грязь нашу нефтяную представляете? Грязь бензиновую. Там и ослиная моча, и коровье дерьмо. Да потому что уровень разбодяженности нашего топлива занимает первые места в мировых рейтингах. И вот Лавр сходу его мочит, в прямом смысле. То, чем обычно моют инжектора, как-то курит. А мы перед промывкой Лавром инжектора проверим еще и компрессию. Да потому что обещают, компрессия повысится. И вот результат до. У нас есть некоторое время, потому как грамотно Лавром промывают в три этапа. Холостой ход, откисание и продувка. 20 минут и Лавр полностью растворил то, часть чего осталось и не вымылось импортной жидкостью. Есть повод гордиться отечественной химией, заточенной на решении таких сложных проблем. Ну а что с двигателем? Процесс закончен. Мерием и даже на митсубовском движке, укормленном отличным маслом, результат увеличения компрессии. Браво, Лавр! Теперь будет обидно тем, у кого навернулась помпа и термостат, тем, у кого кипит аккумулятор, и тем, кто не понимает, как импортный источник энергии вздыхает раньше гарантийного срока. Для справки. Дистиллятор поглощает кучу электроэнергии, а иначе дистиллированную воду не получить. Лавр строго соблюдает правила, а вот остальные. Этот тестер показывает электропроводность воды. По ГОСТу она должна быть не ниже пяти. Мы открыли несколько бутылок. Результаты на вашем экране. Бессовестная левота, вот первая мысль. Ни о какой дистиллированной воде речи не идет. Сволочи в лучшем случае кипятят, в худшем фильтруют. А некоторые и этого не делают. И только лавр на высоте. Мы эксперимента ради налили вообще воду питьевую. И это телевидение смотрят дети, это не мат-ТВ, в котором сюжет в нормальных словах вышел бы в лидеры. И вот теперь честный разговор. Вот чем мне нравится Челябинск, это не Магнитогорск. Магнитогорск привязан только к торговле металлом. Челябинск располагается на стыке транспортных артерий, и люди крутятся, вертятся. Но в свое время, когда все продавали металл, или пшеницу, или ты, или гуманитарную помощь, вы занялись автохимией. Это почему? Ну, в первую очередь, конечно же, самое главное, это основатель нашей автохимии, Лаврик Александр Николаевич, профессор, академик Российской академии транспорта. Он очень долго работал с двигателями, с конструкцией, разрабатывал различные системы двигателя. И в какой-то момент он решил заняться как раз таки эксплуатационными жидкостями, и автохимией в том числе. Появились наработки первые, появились первые отзывы положительные, и линейку автохимии разработал уже его сын, тоже девятилист. На рынке сейчас представлено много автомобильной химии, ну, ни для кого не секрет. Но, по сути, мы знаем, что даже крупнейшие производители автохимии, американские, производят, ну, немногим более, там, десяти наименований продукции. Ну, взять, к примеру, Прест-Тон, взять, к примеру, Дюра. У вас линейка гораздо шире. Что вы на сегодняшний день делаете? Да, конечно, линейка у нас шире. У нас порядка 120 ассортиментных позиций. Мы выпускаем автохимию и автокосметику. Но основной упор – это все-таки автохимия. Это различные средства для промывки двигателя, очистителей различных систем. Маслые системы, системы охлаждения, дистиллированную воду выпускаем. Выпускаем промывки инжекторных систем, средства для раскоксовывания двигателей. Многие продукты, как бы новинки на рынке. Мы их патентуем. Множество у нас патентов есть. И ассортимент постоянно расширяется. Оказывается, наши инженерные мысли переплевывают. Инженерные мысли таких автомобильных гигантов, как Соединенные Штаты Америки. Но как это работает? Как, к примеру, работает раскоксовыватель? Мне, как инженеру, очень сложно объяснить, что нагар, который образовался в течение нескольких тысяч километров пробега, просто может удалиться в течение двух-трех часов или ночи. Да, есть такие магические жидкости, которые работают просто на ура. А у человека не сведущего возникает вопрос. А как эти магические жидкости реагируют с резиновыми изделиями? Ну, все мы знаем, что в двигателе есть еще маслосъемные колпачки, сальники. И мы это тоже, конечно, знаем. И все составы, они разработаны с учетом, конечно же, двигателей. Мы двигателисты, мы это все прекрасно знаем. Состав металлов, состав колпачков, материалы колпачков. Все это учитывается и вносится в специальные добавки. И все это нейтрализуется и исключается. Ну и в завершении совет от профессионалов, автолюбителям. Если мы будем дружить с вашей автомобильной химией, сколько может двигатель грамотно проехать без капремонта? Грамотно без капремонта отечественный автомобиль может служить до 200-300 тысяч, а иномарка свыше 600 тысяч. Так что спокойно и веря, теперь уже своим глазам выбираем автохимию Лавр. Здесь, в фаворите. Да потому что она работает. Или берем готовый антифриз. Давайте расширим понятие о том, сколько хорошего антифриза производится. В действительности очень много. Дело в том, что основной концентрат, который сюда добавляется, это глиссантин. И автоцентр «Фаворит» с удовольствием представляет новую линейку антифризов под торговым брендом АВМ. При этом самое забавное, что цена этого антифриза, настоящего фирменного, очень-очень даже шоколадная. И начинается она от цены в 121 рубль за литр. При этом и это и концентрат, и готовый антифриз. И это хорошо, что «Фаворит» в поиске, в поиске и селекции новинок. И как вы убедились, поставщики здесь проходят тщательный отбор. В данном случае производитель антифриза АВМ. И не только антифриза, но и тормозухи и мочевины для экологически чистых дизелей. По такой же привлекательной цене. Да, удачный получился у нас съемочный день. И познавательный. После всего увиденного, честно говоря, жить-то уже и не хочется. То есть нас имеют во все места, везде и всюду. В том числе и с дистиллированной водой. Ну, вы видели все, да? Вода из-под крана, это лучше. В некоторых случаях. Но не в случае с «Лавром». Если вы берете дистиллированную воду «Лавр», то вы видели. Это идеал практически из всего того, что представлено. То же самое вы видели, как работает система по очистке инжектора. В том числе одновременно с этим раскоксовывается и увеличивается компрессия. Ну что же, очень даже хорошо, что в Магнитогорске в большом количестве представлена вот эта замечательная автохимия. Вы знаете, где она точно не левая. Это автоцентр «Фаворит». Которая располагается на выезде из города в сторону озера Соленое. Другого варианта и нет. Чтобы приехать сюда, посмотреть, выбрать то, что вам надо и возрадоваться. Потому что качество здесь отменное, этих продуктов.